И сегодня и завтра мы в течение вот этих вот двух дней мы будем рассматривать сочинение Ламы Цонгкапа Джеринпоче. Это текст, название которого можно перевести как «Благопожелание о благих деяниях, совершаемых в начале, в завершении и в промежуточные времена». Здесь мы будем рассматривать именно то, каким образом вообще возносятся вот эти вот благопожелания, молитвы о том, чтобы в действительности существа имели возможность совершать вот эти вот благие деяния. На самом деле вот это вот сочинение Ламы Цонгкапа, оно достаточно развернутое, и в нём очень много таких достаточно важных аспектов, на которые в действительности стоит изучать. Но поскольку мы отвели на рассмотрение этого текста всего лишь два дня, мы остановимся только лишь на… остановимся кратко на основных моментах. Есть сутра, в которой также воспеваются именно те добродетели, которые были совершены непосредственно самим пробуждённым, но и на основе вот этого сутры как раз-то и было составлено вот это вот сочинение, в котором говорится о добродетелях, которые совершаются в начале, в завершении и в промежуточное время. И если говорить вообще как бы совсем кратко, к чему же сводится смысл вот этого сочинения, оно сводится к тому, что если мы занимаемся практикой Дхармы, то получается, что вот эта вот сама практика Дхармы, вне зависимости от того, это начало самой практики, это завершение практики, или вот эта вот основная промежуточная часть практики, в любом случае все вот эти вот действия, получается, совершаемые нами в начале, в завершении и в середине, все они являются добродетелью. Поэтому если мы занимаемся практикой Дхармы, то поскольку причина и ублагая, то результат также будет благим. Почему вот этот текст называется именно «Благопожелание о благих деяниях в начале, завершении и в промежуточном состоянии?» Поскольку как раз-то здесь мы молимся о том, чтобы в действительности все наши действия, чтобы все наши деяния, с которых мы начинаем, которые мы завершаем, и которые мы совершаем именно в промежуточном состоянии или в середине, все они становились именно добродетельными, благими действиями. Вообще также в этом тексте рассматриваются именно те добродетели, которые необходимо совершать, опять же, трём видам Личности, то есть это нише, среднее и высшее Личности. Также здесь говорится о практике шести параметр, вот этих шести совершенств. Но в целом вот этот текст, можно сказать, что это вот такое своеобразное пояснение, разъяснение в отношении того вообще, как же делать благопожелание, каким образом вообще необходимо молиться, возносить вот это вот молитвенное благопожелание. Иногда бывает такое, что люди приходят в хрул, подходят к алтарю и думают о том, что им нужно помолиться, но при этом они не находят подходящих слов, даже не знают о том, каким образом им стоит возносить молитву, каким образом им нужно сделать благопожелание. Многие, когда они подходят к алтарю, просто просят о хорошем здоровье, просят о удаче и благополучии. и, в принципе, кроме этого они не могут больше ничего придумать и не могут подобрать слов для того, чтобы правильно вознести молитву. И вот в этом тексте как раз-то именно дается пояснение относительно того, каким образом мы должны молиться, опять же, в начале, каким образом мы должны, опять же, молиться в середине практики и также, как нам необходимо молиться в завершении. И также вот этот текст, который мы рассматриваем сегодня, это тот текст, который читается в Хуруле каждую пятницу во время поминального молебна Юряля. То есть, и также этот же текст читают ламы в тот момент, когда они приходят, опять же, для того, чтобы проводить усопшего, опять же, получается, в добрый путь для того, чтобы он обрел хорошее перерождение. И вот этот вот текст благопожелания, да, то есть вот этот текст именно Юряля, он всегда возносится именно в тот момент, когда мы хотим провести, опять же, получается, наших ушедших близких людей, сделать им благопожелание о том, чтобы они получили хорошее перерождение, поскольку считается, что вот этот текст, он обладает именно вот такой вот особой силой, которая даже может помочь умершему получить хорошее перерождение. Что касается именно начала вот этого текста, то начинается он традиционно именно с момента поклонения, то есть до этого мы также с вами сейчас рассматриваем вот такой текст, как послание к другу на Гарджуна, и также мы отмечали то, что и этот текст также начинается именно с поклонения, обращение именно к Будде Манжушри, выражение его почтения, то есть разные тексты традиционно начинаются именно с вот этой его части, когда мы именно выражаем свое поклонение и почтение божествам буддийского Пантона. Это может быть обращение к Манжушри, это может быть обращение к самому Будде Шакьямуне, это может быть обращение к Ковалки Чвари и так далее. Здесь вот этот текст, он начинается опять же с поклонения всем Буддам, всех десяти сторон света. То есть, когда мы говорим о десяти сторон светов, то мы здесь говорим, опять же, о основных направлениях, север-запад, юг-восток, также это полонаправление, там, юго-запад, северо-запад и так далее. И, конечно же, вверх и низ. И в соответствии с этим получается, что вот этот текст начинается именно с поклонения всем Буддам, всех десяти сторон светов. Далее идут строки, в которых говорится о том, что мы обращаемся к Буддам десяти сторон света, то есть просим, опять же, их о благословении, выражая им свое почтение. И также далее строчка идет непосредственно обращения к ним, то есть мы обращаемся к Буддам о том, чтобы они, получается, ответили на вот эту вот молитву, которая будет сейчас возноситься. Далее также идет вот эта вот часть, опять же, молитвы, благопожелания, когда мы просим Буддам всех десяти сторон света даровать благословение и обязательно помочь исполнить вот эту вот молитву, которую сейчас я возношу, именно ради того, чтобы принести благо и счастье всем живым существам, которые являлись матерями в моих прошлых жизнях, их бесчисленное множество. И пусть вот эта вот моя необъятная, нескончаемая молитва обязательно исполнится, пусть эта молитва будет услышана всеми святыми, всеми Буддами, которые уже достигли полной реализации, которые полностью избавились от страданий и обрели счастье. Пусть эта молитва будет услышана всеми святыми, которые пребывают в состоянии медитации, и пусть все они даруют благословение для того, чтобы эта молитва исполнилась. И здесь есть вот такая вот фраза, которую называют Данцик, то есть именно истинные слова или слова, которые опираются именно на истину или на правду. То есть откуда, опять же, именно в разнообразных молитвах используется именно вот это выражение, которое является таким своеобразным благопожеланием того, чтобы эта молитва действительности или истина исполнилась. Это связано, опять же, с историей самого Будда Шакьямуни, то есть в тот момент, когда его, получается, родственник Девадата, который причинял достаточно большое количество неприятностей, заболел из-за того, что он, опять же, съел большое количество лекарств. И в этот момент как раз-то сам Будда прибыл к нему для того, чтобы, опять же, слить его от болезни. И тогда как раз-то Будда прикоснулся к голове Девадаты своей рукой, и он произнес следующую фразу. «Поскольку я истинно не различаю и не разделяю, опять же, как на близких и далеких самого Девадату, который вызывает много сложностей, и моего собственного сына, я отношусь ко всем абсолютно равностно, то пусть на основе моего истинно-равностного отношения ко всем живым существам Девадата полностью исцелится». И когда Будда произнес эти слова, то Девадата, он в действительности исцелился. И как раз-то вот эта фраза Будда Шакьямония, она относится к истинным словам, поскольку он не кривил душой, у него в действительности было такое равностное отношение ко всем живым существам, то именно на основе истинности его слов произошло вот это исцеление. И считается, что если вы возносите молитву и делаете именно её совершенно чистыми, благими намерениями, то именно вот такая вот молитва, она в действительности может исполниться. И когда сам вот этот вот текст благопожелания о, опять же, совершении благих деяний в начале, завершении и в середине, это как раз-то именно та молитва, которая в действительности может исполниться в том случае, если вы, опять же, возносите это благопожелание, эту молитву именно с чистыми помыслами от всего сердца. То есть вот это вот получается начальное четверостишее, вот это первое шлока, это именно та шлока, которая опирается именно на истинность, истинность нашего благопожелания, когда мы делаем, когда мы молимся о том, чтобы вот эта вот молитва, она в действительности исполнилась, именно опираясь на чистоту наших помыслов, на чистоту наших мотиваций. И далее идет часть, получается, которая относится именно к молитвам, произносящимся, или которые мы произносим именно в начале. То есть это именно та часть, когда мы молимся о том, чтобы иметь возможность вообще начать заниматься именно благими деяниями, совершать добродетели. И по этой причине мы возносим следующую молитву, то мы молимся о том, что пусть на основе тех добродетелей, которые я совершал в течение множества своих предыдущих жизней, я обрету рождение человеком. И я рожусь не просто человеком, а я рожусь человеком, тело которого будет, опять же, наделено восьми обретениями и десятью свободами. То есть я обрету именно драгоценное человеческое рождение. То есть у меня будет возможность именно встретиться с буддийским учением и практиковать его. Именно вот такую молитву мы возносим в начале, чтобы именно родиться человеком, который практикует буддизм и тем самым обрести вот эту благоприятную возможность для совершения добродетелей. То есть, когда мы выбирали по-русски для их, и, в принципе, мы с вами говорим, что мы думали, что это не любит, прощение, мягкое, мы не требуем. В пустыне, они не наоборот, не наоборот. И что касается, опять же, восьми свобод, то это, прежде всего, именно наша свобода от перерождения в внешних мирах, то есть это, опять же, свобода от рождения, например, в мире ада или мученикам ада, это свобода от рождения голодным духом, свобода от рождения животным и так далее. То есть, когда мы в действительности свободны от низших перерождений, получаем все-таки более благое перерождение, то есть рождение человеком. И сюда же мы также относим 10 обретений, которые также считаются именно теми обретениями, которые способствуют именно нашей встречи с дхармой. Почему их называют именно вот эти, почему вот эти вот обретения, которые мы стремимся, называют именно свободами? Почему? Потому что мы в действительности свободны от того, чтобы избежать вот этих вот неблагоприятных возможностей. То есть у нас есть, например, сейчас свобода для того, чтобы слушать учения, для того, чтобы практиковать учения, для того, чтобы опять же возносить молитвы, заниматься медитацией и так далее. То есть у нас сейчас достаточно возможностей, которые не ограничивают нас именно с точки зрения практики дхарма. Это же прохождение, потому что у нас есть здоровье. Омремя и подошвы, это говорит, что мы как разница ничьям, но мы не ограничиваем нас. Это чего-то, чтобы минимум, когда мы можем снятились в животных. Но они также также научились об communistе, что мы не оснащим ничьям, но и с этим желаем экраном мы не можем снятились. Мы правы, что если у нас возник tienen то, что это невероятное время вождение к ничьям, но мы не можем И то, что касается, опять же, восьми свобод и десяти обретений, то здесь это все более подробно описано в Ламриме, мы с вами уже это проходили, и вы можете также изучить это дополнительно еще самостоятельно, повторить эту тему. Что касается, да, вот этой, получается, шлоки, то здесь основной ее смысл как раз сводится к тому, что мы молимся о том, чтобы обрести именно драгоценное человеческое тело, и не простое драгоценное человеческое тело, а именно то тело, у которого есть возможность заниматься практикой дхармы. Помимо этого, следующая шлока, она является, опять же, вот этим благопожеланием о том, чтобы, опять же, не просто родиться человеком, не только лишь встретиться с буддийским учением, не только лишь слушать его, но также еще желательно, чтобы во время, опять же, своего человеческого рождения, будучи человеком, иметь возможность получить обет индивидуального освобождения и иметь возможность сохранять их. Далее также возносится именно молитва благопожелания о том, чтобы в действительности, родившись с человеком, не только лишь просто встретиться и услышать учения в своей жизни, но также именно иметь возможность получить индивидуальные обеты и сохранять их в чистоте. То есть, на самом деле, вот эта четверостейшая молитва, это молитва о том, чтобы вообще родиться человеком и будучи человеком, стать гицулом или гелонгом. То есть, это, в принципе, как бы наилучший или наивысший вариант, будучи человеком, именно стать монахом, который удерживает в чистоте обеты в течение всей своей жизни. И именно вот такую молитву нужно возносить для того, чтобы именно поддерживать, иметь возможность для того, чтобы придерживаться именно вот такого полностью нравственного образа жизни, чистого нравственного образа жизни. Но даже если ваша жизнь сложилась так, что у вас нет возможности стать гицулом или гелонгом, то даже будучи мирянином, вы можете удерживать обеты, получается, генина, то есть это, опять же, получается, пять мирских обетов. Также вы можете получать, опять же, обеты прибежища, обеты бодхисадвы и так далее. И также, например, вы можете, будучи мирянином, сохранять в чистоте обета отказа от совершения десяти неблагих деяний, десяти недобродетелей. Если в течение всей своей жизни вы действительно будете не совершать вот эти вот десять неблагих деяний, то есть удерживать этот обет, то это считается большой добродетелью, и это уже считается тем, что вы наделили свою жизнь смыслом и придерживаетесь вот такого нравственного, благого образа жизни. Но, конечно же, лучшим вариантом считается, что если человек все-таки получил вот такое благоприятное перерождение и встретившись с учением, все-таки принимает обеты индивидуального освобождения и становится гицулом или гелонгом. И здесь почему говорится о том, что вот это, почему возносится именно такая молитва о том, чтобы, получается, переродиться человеком, встретиться с учением и придерживаться такого нравственного образа жизни, удерживать вот эти вот обеты, да, то это все направлено на то, чтобы у нас в действительности возникло именно отречение, отречение именно от сенсорического существования. Почему так? Потому что каждый из нас, каждое живое существо хочет быть счастливым, и никто из нас не хочет страдать. И когда мы говорим, опять же, о счастье, например, если вас спросить, достаточно ли вам будет одного дня счастья, то, конечно же, этого недостаточно. Если вам предложат 10 дней счастья в обмен на то, что после смерти вы переродитесь в аду, вряд ли вам такое предложение вас тоже устроит. Да, то есть мы стремимся именно не к какому-то временному счастью, мы стремимся и желаем обрести постоянное счастье. И говоря о том, каким же образом мы можем обрести вот это вот постоянное счастье, то как раз-то обретение постоянного счастья, оно обусловлено отречением, отречением от нашего сенсорического существования, от привязанности именно к такому существованию. Почему говорится о том, что нам нужно отказаться именно от сенсорического существования и зародить в себе отречение? Потому что мы помним о том, что мы уже перерождаемся бесчисленное количество раз, и в каждом своём перерождении мы снова и снова сталкиваемся со страданием, мы снова и снова испытываем страдания рождения, страдания старости, страдания болезни, страдания смерти и так далее. И это происходит с нами, это происходило с нами во всех предыдущих жизнях, это происходит с нами сейчас. И всё это является опять же страданием, это счастье, которое мы испытываем в течение этой жизни, это всего лишь временное счастье, какое-то временное удовольствие. Для того, чтобы получить абсолютное постоянное счастье, то для этого как раз-то нам нужно устремить свой ум к достижению пробуждения, то есть именно к освобождению от сенсорического существования и обретению абсолютного счастья, то есть достижению состояния Будды. И получается, что здесь вот эти вот четверостишие молитвы выражают именно наше желание родиться человеком, опрести драгоценное человеческое тело, но не простое драгоценное человеческое тело, а драгоценное человеческое тело с возможностью стать буддийским монахом, то есть Гитсулом или Гелонгом, и полностью посвятить всю свою жизнь практике Дхарма, поскольку это считается наивысшей и наилучшей возможностью именно для обретения этого как раз-то постоянного счастья, и об этом как раз-то возносится молитва. И здесь также в следующих строках выражается молитва и благопожелание о том, чтобы в тот момент, когда вы родитесь человеком, и у вас возникнет мысль о том, чтобы уйти в монашество, стать буддийским монахом, то чтобы у вас в течение вот этой жизни не возникало никаких препятствий, то есть в виде, опять же, вашего окружения. Почему? Потому что, например, иногда бывает такое, что у молодых людей возникает желание стать монахом, ну, например, те же самые родители не пускают в монастырь, они говорят о том, что зачем тебе становиться монахом, вот лучше выучись, стань начальником, стань президентом, стань бизнесменом, зарабатывай миллионы, зачем тебе вот это монашество сдалось, это отречение от мирской жизни, ты вот жениться не сможешь и так далее, не сможешь продолжить свой род, вообще зачем тебе всё это, зачем тебе посвящать себя именно духовной жизни. И вот все вот такие вот советы, они считаются дурными советами, которые, получается, сводят человека с истинного пути, с пути именно вот этого духовного развития, и как раз-то в этом тексте делается благопожелание о том, чтобы человек, который получает вот такое драгоценное человеческое перерождение, чтобы он родился именно в хорошем окружении, которое поддерживало бы его желание стать монахом и посвятить свою жизнь духовному пути. Ну, иногда бывает такое, что когда в семье есть мальчики, да, которые достаточно умные, достаточно способные, то родители думают это так, что, о, мой ребёнок способный, его надо отправить в университет, пускай он получает светское образование, станет там выбиться в люди. А если они видят мальчика, который тоже хочет стать монахом, но он такой болезненный, слабый, ну, немножко, может быть, глуповатый, думают, а, ну ладно, его в монастырь отдадим, ему и так пойдёт. И многие миряне размышляют именно в таком ключе, но на самом деле это очень большая ошибка, да, то есть получается, таким образом они принижают именно вот это вот вообще монашество как таковое, но с другой стороны они не понимают того, что вот этот вот мальчик, который сейчас им кажется вот таким болезненным и даже глупеньким, на самом деле у него-то как раз-то гораздо больше заслуг, гораздо больше буина, поскольку у него есть заслуги для того, чтобы, несмотря на, как бы, свои вот проявления, именно своих способностей на данный момент, у него есть заслуги для того, чтобы стать монахом. Ну и, например, как бы, опять же, из жизнеописания великого, великого буддийского мастера Миларепы, есть такие моменты, в которых описывается, что когда он занимался медитацией, то он странствовал, опять же, странствовал и выглядел, в принципе, простым нищим монахом, у него не было особо там ни питания, ничего, он выглядел таким очень исхудавшим, слабым, в потрепанных, опять же, одеждах, и некоторые люди, которые миряне, которые проходили мимо него, они возносили молитву «Не дай Боже мне когда-нибудь родиться таким, как ты!» И в ответ на это Миларепа он улыбался и делал ответную молитву, говорил о том, что пусть хоть когда-нибудь у вас будет возможность родиться таким, как я. Ну, это мое собственное мнение, когда я наблюдаю, когда в Хрулл монастыри приходят вот такие маленькие монахи, маленькие послушники, некоторые, может быть, 5-6-7 лет, они совсем маленькие, у них еще сопли вот так вот текут, и вот так кажется, ну что за соплички к нам пришли? Но когда я смотрю на них, я на самом деле ими очень и очень восхищаюсь, почему? Потому что у меня возникает ощущение того, что вот эти вот дети, которые сейчас откажутся такими маленькими сопличками, на самом деле это дети с великими заслугами, то есть в течение множества и множества предыдущих своих перерождений они накопили такое огромное количество заслуг, что в столь юном возрасте прийти в монастырь и быть принятыми в монашескую общину и получить монашеские обеты именно в столь юном возрасте, это говорит о том, что у них в действительности величайшие заслуги, которые были накоплены ими в течение множества и множества перерождений, сейчас у них вот такая вот благоприятная возможность быть и обучаться в монастыре, и вообще быть монахом. И иногда говорят о том, что те монахи, которые пришли в монастырь уже в таком восознанном взрослом возрасте, что вот они подобно вот такому большому пальцу, что вот они осознанно приходятся, как бы крепко стоя на ногах, и уже у них есть уверенность, зачем они приходят. Но, с другой стороны, иногда говорится о том, что вот этого маленького сопличка, хотя он совсем юный монах и, может быть, сам еще особо ничего не понимает, но само его становление монашества, оно как раз-то украшено всеми его заслугами, и также говорится о том, что за их плечами заслуги и защитники учения, они стоят за ними подобно великой непоколебимой горе. То есть они обладают таким большим количеством заслуг, что вот именно сейчас, будучи даже совсем маленькими, у них есть возможность стать монахом, и это действительно восхищает. И поэтому получается, что именно в этом тексте Великий Лама Цунгкапа Джейримпачен как раз там молится о том, что пусть в следующих перерождениях я рожусь человеком, я рожусь не просто человеком, я обрету драгоценное человеческое тело, то есть встречусь с учением Будды, я не просто встречусь с учением Будды, но пусть в следующей жизни я обязательно стану буддийским монахом. В следующие шлоки идут, опять же, следующие слова, то есть перед этим, получается, Джейримпачен как разносил молитву о том, чтобы родиться человеком и получить вот это человеческое перерождение, стать буддийским монахом. Но опять же, здесь возникает вопрос, достаточно ли просто принять монашество, то опять же, получается, что в следующих строках вот этой вот молитвы благопожелания Лама Цунгкапа, он произносит следующие строки, он говорит о том, что пусть после того, как человек принят монашество, пусть после этого он сохраняет все свои монашеские обеты в чистоте, вплоть до конца своей жизни. То есть бывают такие моменты, что некоторые юноши приходят в монастырь, принимают монашество, но опять же, как бы не справляются с этим и, получается, нарушают свои монашеские обеты, обеты, в связи с чем они, получается, вынуждены покинуть монастырь. И как раз Лама Цунгкапа, он возносит молитву о том, что если человек все-таки стал монахом, чтобы у него была возможность, и чтобы у него хватило сил в течение всей своей жизни сохранять все свои вот эти вот монашеские обеты, обеты Гицула и Гелонга в чистоте до конца своей жизни. То есть, например, опять же, вот сейчас обеты Гелонга, они получаются не просто от кого-то, да, не от простого монаха, в основном сейчас обеты Гелонга даруют непосредственно сам его святейшество Далай-Лама, и поскольку это вот такие вот, получается, особенные обеты, которые украшены, да, именно благословением непосредственно самого его святейшего Далай-Лама, то, конечно же, это те обеты, которые нужно стремиться сохранять в чистоте вплоть до конца своей жизни. И как раз Лама Цунгкап, он молится о том, что если ты уже стал монахом, чтобы ты был именно чистым монахом, сохраняющим в чистоте все свои обеты до конца жизни. Что касается, опять же, сохранения монашеских обетов, раньше был такой Лунгтонг-Лам-Лам-Лампачи, он действительно очень известный был лама, который в течение жизни уже достиг достаточно высокого уровня реализации, говорится о том, что он также обладал ясновидением, и уже будучи в преклонном возрасте, он увидел, что на следующий день, что он умрет, что завтра его жизнь закончится, и у него был прислужник, его помощник, монах, и он выразил ему следующее пожелание, что завтра утром, когда ты проснешься, выйди и скажи, что вот Лунгтонг-Лампачи сдержал свои обеты, и выйди, и покричи об этом, то есть выкрикни это три раза, то есть видя как раз то, что уже завтра его поджидает смерть, что его, получается, дни жизни уже его истекают, он очень хорошо осознал и был рад тому, что в течение всей своей жизни у него была вот такая благоприятная возможность для всех условий для того, чтобы стать монахом, и сохранять все свои вот эти вот обеты в чистоте в течение всей своей жизни, и как раз то именно по этой причине он попросил своего вот этого прислужника, монаха, чтобы он вышел и покричал, что вот, да, Лунгтонг-Лампачи сдержал свои обеты, он был очень этому рад. Далее, также, следующая молитва благопожелания, к чему они сводятся, то эти слова, молитва они сводятся к тому, что, опять же, недостаточно, опять же, просто быть монахом и удерживать вот эти вот монашеские обеты в чистоте, но также следующее благопожелание о том, чтобы вот этот вот монах, чтобы он в действительности занимался тремя видами практиками, то есть это практика слушания, размышления и медитации, чтобы он в действительности всю свою жизнь посвятил именно изучению дхармы. И далее, как раз-то здесь, опять же, вот эти вот слова, вот эти молитвы благопожелания, они сводятся к тому, чтобы, будучи монахом, иметь возможность в действительности изучать расширенное и благое учение, то есть под благим учением, прежде всего, подразумеваются все наставления о познании пустотности, а под расширенным учением подразумеваются непосредственно все те наставления, которые помогают практикующему, получается, продвигаться по вот этим вот десяти уровням бодхисаттвы, то есть, например, такой текст, как «Драгоценное украшение сутара», оно как раз-то относится именно к расширенным учениям, и, например, такой текст, как «Матхиамика лангкара» или «Срединная матхиамика», оно как раз-то относится к благим учениям, то есть это, получается, все те наставления, которые способствуют познанию пустотности и вообще движению по всему пути, и здесь, получается, что Лама Цанкапа, он возносит молитву о том, чтобы вот этот человек, родившись, обретя свое рождение и став монахом, как раз-то изучил полностью все аспекты учения. И здесь вот эта вот молитва, на самом деле, вот эти вот строки очень важны, да, то есть здесь также учитывается такой момент, что если мы делаем в действительности благопожелание о том, чтобы переродиться буддийским монахом, то и изучить непосредственно все учение Будды, то получается, что целиком как бы освоить, опять же, всю суть буддийского учения самостоятельно очень сложно. Что для этого нужно? Для этого, конечно, нужен добродетельный наставник. И как раз-то следующие строки вот этого молитвы благопожелания Ламы Цанкапы — это молитва о том, чтобы как раз-то, будучи монахом, встретиться именно с таким благим добродетельным наставником, с учителем, который даст именно все пояснения и комментарии именно по, получается, по всем аспектам учения. И здесь также получается, что Лама Цанкапа в этой молитве благопожелания просит не простого учителя, а просит именно добродетельного учителя, который обладает именно собственным опытом, то есть то, что он, опять же, сам прослушал это учение, что он имеет, опять же, опыт медитации и так далее, что у него есть собственное переживание именно непосредственно практики дхармы. И помимо этого он также обладает определенным упорством и настойчивостью. Почему? Потому что если мы встречаем обычного учителя, что он может быть сам как бы достаточно и образованный, и знающий человек, но если он не совсем упорный и усердный, то он может поступить следующим образом, то есть дать учение 2-3 дня, сказать, ну ладно, ты вроде там немножко выучил, и на этом хватит. То есть у него может не хватить, опять же, именно упорства в обучении своего ученика. И как раз то Лама Цанкапа, он молится о том, чтобы тот, кто вступил на вот этот путь и получил, опять же, перерождение человеком, стал монахом, и чтобы он встретил как раз-то добродетельного и очень упорного и настойчивого учителя, который с большим, получается, усердием и упорством постоянно обучал именно своего ученика вплоть до того времени, когда он сам не познает именно всю суть учения. И здесь получается, что Лама Цанкапа как раз-то возносит молитву о том, чтобы с перерождения и перерождения встречать именно вот такого добродетельного наставника, который обладает не только лишь теоретическими знаниями, но и обладает именно опытом, то есть переживанием практики, и также обладает как раз-то вот этим упорством и настойчивостью в обучении. Вот этот момент, он на самом деле очень и очень важный. То есть на самом деле существует очень много людей, которые хотят вступить на вот этот духовный путь, заниматься именно практиками духовного самосовершенствования, но зачастую они не встречают хороших учителей или встречают учителей, но эти учителя, опять же, не обладают достаточным багажом знаний или не обладают достаточными, опять же, достоинствами, или у них нет собственного опыта практики, либо они встречают, наоборот, недобродетельных учителей, которые учат там чему-то их плохому, неверному и так далее, то есть вводят их в заблуждение или всталкиваются с какими-то недобродетельными, опять же, друзьями, которые приучают их к совершению, опять же, каких-то, или подталкивают их к совершению каких-то, опять же, недобродетельных действий. И таких случаев очень много. И поэтому вот эта вот часть молитвы, где Лама Цунгкапа как раз-то просит о том, чтобы в каждой перерождении жизни в жизнь встречаться именно с добродетельным наставником, это на самом деле очень-очень важно. Также до этого как раз Тагишла говорил о том, что обрести добродетельного наставника это действительно очень такое большое счастье, подобно тому, как Челопа встретился с Нарокой и так далее, подобно тому, как опять же Великий Сапатабхадр встретил своего наставника и так далее. То есть во многих текстах и жизнеописаниях святых, которые в действительности достигли реализации, очень часто описывается именно вот эта вот связь учителя и ученика и подчеркивается именно важность обретения вот такого добродетельного наставника. И сейчас, когда мы опять же встречаемся с учителем, с учителем очень часто бывают такие случаи, что даже если мы и встретили в действительности достойного добродетельного наставника, мы очень часто не ценим его. Очень часто бывает так, что учителя, например, ученики начинают принижать достоинства своего учителя, начинают их хулить, начинают их оскорблять, выискивать в них какие-то недостатки, сплетничать о них и так далее. И это считается недостойным, недостойным, неуважительным поведением в отношении своего наставника. И как раз Алама Цанкапа в следующей строке он возносит молитву благопожелания о том, что если мы действительно встретим в течение своей жизни вот такого добродетельного, духовного наставника, что мы всегда будем быть послушным ему и выражать ему и выражать ему постоянное почтение. И вот такие вот моменты именно непочтительного отношения к своим духовным наставникам в нашем, в современном обществе встречаются достаточно часто. Даже, например, в отношении его святейшества Далай-Ламы некоторые выражают некоторую свою непочтительность. И это, конечно же, считается очень большой ошибкой, считается даже тяжким проступком. И поэтому здесь, получается, в этой строке Алама Цанкапа он подчеркивает именно важность того, чтобы ученики ценили своего духовного наставника, добродетельного наставника и всегда выражали к нему, выражали свое почтение и обязательно прислушивались к тем наставлениям, которые он дарует. Далее, опять же, Алама Цанкапа он возносит следующую молитву благопожелания, он даже возносит молитву о том, чтобы встретил добродетельного наставника, духовного наставника, чтобы у нас, опять же, были все способности для того, чтобы понять смысл тех наставлений, которые он дарует. То есть, что подразумевается именно под смыслом наставлений, то основная, конечно же, цель, опять же, именно нашей духовной практики — это познание пустотности. Именно к нему мы стремимся. И, например, сейчас у нас в действительности есть великий духовный наставник, как его святейшество Далай-Лама, который постоянно дарует наставления, дарует лекции, дарует посвящения, дарует комментарии к разным буддийским текстам и так далее. И хотя в действительности очень большое количество учеников слушает его по всему миру, то многие из них не понимают смысла наставлений его святейшества Далай-Лама. Вроде бы они слушают, присутствуют на посвящениях. Единственное, что они понимают, они понимают, что это в действительности великий наставник, и просто просят его о защите. То есть мы произносят вот эту срочку, я принимаю прибежище, я становлюсь под защиту моего коренного лама, то есть его святейшества Далай-Лама. И, в принципе, кроме этого, на большее у них, получается, ума не хватает. Почему? Потому что у них не хватает именно ментальных способностей для того, чтобы понять суть тех наставлений, которые дарует его святейшество Далай-Лама. И, получается, в следующих строках как раз-то великий лама Цонгкапу, он молится о том, чтобы не просто лишь встретить духовного наставника, но также еще и иметь достаточные ментальные способности, умственные способности, чтобы понимать смысл тех наставлений, которые им даруются. Ну и также, например, в сутрах, где описывается непосредственно жизнеописание Будды, говорится о том, что в тот момент, когда он достиг просветления, то есть познал вот эти четыре благородные истины, то в некоторое время он пребывал, получается, в глубоком молчании, пребывал именно в своем медитативном состоянии, думая о том, что нет тех, кто сможет понять именно суть того учения, которое открылось для него, суть именно его осознания. И только лишь через некоторое время, когда, получается, Боги и другие существа обратились к Нему с молитвой, просьба о даровании учения, Он все-таки передал свои наставления. И о чем говорит именно вот этот момент его жизнеописания? Это говорит о том, что обычному человеку с такими среднестатистическими ментальными способностями, умственными способностями довольно сложно понять, вообще опознать и осознать, что же такое пустотность, вот это вот учение о пустотности всех явлений. И в соответствии с этим, как раз именно в этой молитве и тексте благопожелания, получается, что Лама Санкапа, он молится о том, что пусть я, родившись человеком и стал монахом, встречусь также с достопочтенным, благородительным наставником, который передаст мне суть учения, и пусть у меня будут достаточно умственных способностей для того, чтобы понять суть этого учения, то есть именно познать пустотность. И именно поскольку, почему упор в этой молитве как раз делается именно на познании пустотности, поскольку именно познание пустотности является тем оружием, которое помогает нам, получается, полностью отсечь наше сансорическое существование, всю нашу привязанность именно к сансорическому существованию. Без познания пустотности мы не можем освободиться из сансора, и из-за того, что как раз-то мы именно не познали пустотность, мы продолжаем снова и снова перерождаться, мы перерождаемся то собакой, то коровой, то человеком, то каким-нибудь насекомым, и так далее, и снова и снова сталкиваемся опять же с страданием, мы испытываем страдания. И это все как раз-то связано с тем, что мы еще не познали пустотности. Для того, чтобы в действительности прервать вот эту цепочку сансорических перерождений, нам как раз-то нужно познать пустотность. И как раз-то Лама Цонкапа, он возносит молитву о том, чтобы у нас было в действительности достаточно ментальных, умственных способностей для того, чтобы понять вот эту суть учения о пустотности, о том, что все явления не обладают самосущим существованием. И если говорить опять же о сути десятого четверостища, то суть его выражает именно идею Лама Цонкапа о том, что если мы в действительности хотим познать пустотность, познать учение о пустотности, познать суть этого учения, то для этого нам в действительности нужно следовать тем наставлениям, которые дарует нам наш добродетельный наставник. И помимо этого, также получается, что Лама Цонкапа, он возносит молитвы о том, чтобы в течение всей своей жизни не встречаться с недобродетельными наставниками, не встречаться с теми наставниками, которые приводят к нас, получается, к крайним воззрением и также избежать встреч или влияния, опять же, дурных или неблагих друзей. И что касается, опять же, встречи с недобродетельными наставниками, то здесь имеется в виду, например, опять же, наставники, например, небуддистых учений, которые придерживаются идеи, опять же, крайнего материализма или крайнего нигилизма. То есть мы говорили о том, что учение Будды, это, получается, срединное учение, когда мы не впадаем вот эти, получается, в два крайних воззрения, то есть, опять же, полного материализма, когда мы, опять же, цепляемся за идею о том, что все явления существуют истинно, либо, опять же, во вторую идею полного отрицания существования вообще всего, то есть это, опять же, крайний нигилизм. И для того, чтобы избежать, получается, впадения вот этих вот два крайних воззрения, как раз-то Лама Ценкапа возносит такую молитву, чтобы не встречаться с теми учителями, которые проповедуют вот эти вот два крайних воззрения. Далее, что касается недобродетельных наставников, здесь имеется в виду те наставники, которые, получается, толкают своего ученика на совершение, опять же, каких-то неблагих деяний, то есть деяний, которые могут причинить вред другим живым существам. И также Лама Ценкапа возносит молитву о том, чтобы избежать встречи с дурными или неблагими друзьями. То есть до этого, опять же, мы говорили о том, что бодхисаттва, они не боятся бешеного слона, но они боятся дурного друга. Почему? Потому что худшее, что может сделать бешеный слон, это только лишить вас жизни. А то, что может сделать дурной или неблагой друг, это подтолкнуть нас к совершению недобродетелей, из-за которых мы будем испытывать страдания как в этой, так и еще и в последующих жизнях. Поэтому Лама Ценкапа возносит вот такую молитву о благопожелании для того, чтобы избежать вот такого, получается, дурного неблагого влияния, или неблагих наставлений, и именно встретиться с тем наставником, который в действительности ведет нас на путь, ведущий к полному освобождению и посредством, опять же, познания пустотности. Далее, в следующем четверостише, опять же, вот этой вот молитвы о благопожелании, Лама Ценкапа, он выражает именно свою надежду на то, что не только лишь имейте получить возможность услышать вот это учение о пустотности, об отсутствии истинного существования всех явлений, но прежде всего, получается, практиковать в соответствии с теми наставлениями, которые были дарованы непосредственно самим Буддашеки Амуни и нашим духовным наставникам исследовать этому пути, то есть имеется в виду своя, получается, собственная практика. И под практикой, опять же, подразумевается три вида практики — это слушание, размышление и практика как таковая, то есть здесь говорится о том, что недостаточно только лишь услышать учение, но обязательно также его практиковать, то есть привнести вот это вот учение непосредственно в свою собственную жизнь и посредством именно практики в конечном итоге достичь именно освобождения от страдания и обрести великое пробуждение. И далее, что касается, опять же, вот этого текста молитвы благопожелания, то здесь, опять же, приводится вот этот вот пример, да, всем известное сравнение непосредственно самой Сансру с Великим океаном. То есть для того, чтобы нам пересечь вот этот вот океан страданий, то для этого нам нужен корабль, да, на котором мы отправимся вот это вот дальнее путешествие. Ну, например, опять же, сейчас, да ладно, в современное время есть самолеты, и можно пересечь океан на самолете, но раньше самолетов не было, и сам, получается, единственным вот этим вот, получается, средством был корабль, на котором можно было пересечь вот этот вот океан. И с вот этим кораблем, который поможет нам пересечь океан страданий, является именно наше собственное тело, именно человеческое тело. Именно его мы используем для практики, для того, чтобы пересечь вот этот вот океан Сансары. И вот это наше человеческое тело, оно должно обретать вот этими десятью обретений и восьми свободами, то есть всеми вот этими качествами, которые необходимы именно для того, чтобы встретиться с учением и практиковать его. Помимо этого, опять же, чтобы наш корабль в действительности пришел в движение, для этого нужны паруса. И вот этот парус, он должен раздуваться ветром, и как раз-то именно благодаря этому корабль начинает свое движение. И что же является вот этим парусом, который движет нас, получается, по волнам океана Сансары, это наша мотивация, то есть наше совершенно чистое намерение в действительности пересечь этот океан Сансары и вырваться из круговорота страданий. И таким образом, имея паруса и имея корабль, то есть имея вот это вот совершенно чистое намерение и имея, опять же, драгоценное человеческое тело, у нас есть все возможности для того, чтобы в действительности заниматься практикой дхармы и достичь освобождения. Далее также говорится о том, что нам в действительности необходимо усердно заниматься практикой, то есть если мы говорим о том, что мы услышали учение Будды и нам сказали о том, что в действительности вот это вот достижение состояния Будды возможно, то только лишь просто говорить о том, что есть такая возможность, этого далеко не достаточно, недостаточно говорить о том, что необходимо заниматься практикой даяния, быть щедрыми, недостаточно всего лишь говорить о том, что нужно придерживаться нравственного образа жизни. Это именно то, что нам в действительности нужно воплощать в жизнь, это то, чем мы должны заниматься постоянно, в чем мы должны усердствовать, то есть мы на самом деле должны заниматься практикой щедрости, практикой даяния, на основе практики даяния мы также должны усиленно поддерживаться нравственного образа жизни, также стараться быть терпеливыми. На основе терпения нам также необходимо развивать в себе усердие, в соответствии с этим усердствовать также и в медитации, и усердствовать в развитии мудрости. То есть, когда мы до этого с вами рассматривали вот эти вот шесть парамид, мы говорили о том, что основные или начальные парамиды, они приводят к реализации последующих. То есть, когда мы начинаем с практики даяния, то после практики парамиды даяния, мы также, получается, переходим постепенно к развитию или усилению, опять же, парамиды нравственности. На основе парамиды нравственности мы приходим, мы также занимаемся, получается, развитием или культивацией парамиды терпения, ну и так далее. То есть, здесь как раз-то в этой части молитвы говорится о том, что недостаточно только лишь слушать и говорить о том, что необходимо заниматься духовной практикой, но нужно ее на самом деле реализовывать. А дальше в этой молитве благопожелания выражается идея о том, чтобы, когда мы занимаемся именно вот этой духовной практикой, чтобы мы постоянно придерживались именно вот этой умиротворёности, умиротворённости нашего ума и также смиренности. Почему? Потому что, например, когда мы занимаемся, например, Например, практикой даяния или практикой нравственности в какой-то момент у нас может возникнуть гордыня, то есть мы можем думать о том, что вот я же совершил вот такое большое даяние, я вот так вот много отдал другим людям, поэтому я лучше других, да, то есть у нас может возникнуть высокомерие и гордыня. И если у нас в результате вот такой практики, например, практики опять же даяния, наоборот, вместо того, чтобы вместо умиротворенности и смиренности начинают развиваться такие отрицательные качества, как усмирение и гордыня, это говорит о том, что мы движемся неверным путем, что мы впадаем в заблуждение. И как раз Алама Цанкапа, он возносит молитву благопожелания о том, чтобы люди, занимающиеся духовной практикой, чтобы они не впадали в заблуждение, чтобы у них не возникала опять же гордыня, чтобы они действительно, чтобы, получается, состояние их ума постоянно пребывало в таком вот равностном умиротворенном состоянии, поскольку очень часто бывает, что именно начинающие, практикующие, они начинают впадать опять же в крайности, и у них во время практики возникает большое количество омрачающих эмоций, например, такие как гордыня, высокомерие, зависть и так далее. И что как раз-то Алама Цанкапа, он молится о том, чтобы этого не происходило. То есть как раз-то Алама Цанкапа, он молится о том, чтобы наш ум все время пребывал в таком гармоничном, умиротворенном состоянии. Это на самом деле очень важно. Почему? Потому что у многих из нас вообще, у многих людей очень часто проявляется именно гордыня, высокомерие и вот такое самодовольство. То есть, например, когда человек начинает зарабатывать, обретает какое-то, опять же, состояние, он думает о том, что вот я богаче, там богаче остальных, остальные-то победнее будут. Иногда возникает мысль о том, что, например, когда мы получаем какое-то хорошее образование, нам кажется, что я-то интеллигентнее, умнее, чем остальные, ну остальные так себе. Иногда у нас возникает мысль о том, что, например, я внешне выгляжу гораздо лучше, чем другие, ну остальные-то так себе страшненькие и так далее. Когда у нас возникают такие мысли, это как раз-то говорит именно о том, что у нас возникает вот это вот высокомерие, самодовольство и гордыня. И все вот эти вот проявления, они говорят о том, что, наоборот, у нас развиваются именно вот эти вот отрицательные качества, от которых нам вообще на самом деле желательно избавиться. И даже у практикующих очень часто тоже возникают вот такие вот мысли самодовольства. Например, когда мы слушаем учения по Ламриму, у нас тоже может возникнуть вот такая вот гордыня и самодовольство по отношению к другим. Мы можем думать о том, что вот я-то Ламрим слушала, а эти-то они, а у них-то заслуг не хватило, они там Ламрим не слушали. Или, например, у нас тоже может возникнуть идея о том, что, например, вот мы-то являемся учениками Геше Дугда, вот мы такие удачливые, а вот другие, нет, они не ученики Геше Дугда, они там много особо-то ничего и не знают. Если у нас возникают такие мысли, то это, получается, все вот эти мысли, они являются признаками, опять же, вот этого самодовольства, высокомерия и гордыня, это то, с чем нужно бороться. И поэтому как раз-то в этой части молитва благопожелания Лама Цунгкапа, он молится о том, чтобы наш ум постоянно пребывал в умиротворенном, равностном и гармоничном состоянии. Ну, как раз-то вот такие вот эмоции, как, опять же, самодовольство и высокомерие, очень часто приводят даже к каким-то межличностным конфликтам. То есть когда вы находитесь, опять же, в кругу семьи, вам кажется о том, что я-то больше знаю, я-то лучше, чем мои домочадцы и так далее. И, опять же, именно на вот этой вот почве у нас очень часто возникают конфликты. Нам кажется, что вот там мои члены семьи, они-то особо ничего не понимают, особо и не соображают, ведут себя неправильно. И из-за вот такого вот, опять же, нашего собственного отношения к ним, да, недооценивания, опять же, получается, своих близких людей, у нас очень часто возникают такие вот конфликтные ситуации, и иногда из-за этого рушатся семьи. Поэтому нужно быть в этом плане осторожным. И далее, получается, Лама Цунгкапа, он возносит следующую молитву, то есть, получается, в предыдущих четверостишах молились о том, чтобы встретить добродетельного духовного наставника, благородного духовного наставника, затем, чтобы получить от него наставление и понять суть этих учений. После того, как мы получим эти учения и попытаемся осознать суть этого учения, также привести их в жизнь, то есть, в действительности, практиковать, то есть, слушать, размышлять и практиковать над тем учением и тем наставлениями, которые были нами получены. Помимо этого, даже если мы в действительности занялись этой практикой, Лама Цунгкапа дали возносит молитву о том, чтобы вот это вот усердие в практике никогда нас не покидало. Почему? Потому что очень часто бывает так, что люди вступают на путь вот этого духовной практики, практикуют года два-три, думают, ну и всё, и хватит, меня я попрактиковал, этого достаточно. И чтобы этого не произошло для того, чтобы вот этот вот, получается, наш настрой, да, наш настрой и энтузиазм в практике никогда не иссякал, то как раз-то возносится следующие строки молитв, в которых, получается, Лама Цунгкапа, он как раз-то молится о том, чтобы мы в действительности с энтузиазмом и усердно изучали учения, учения в течение всей своей жизни, изучали, получается, вот это вот бесчисленное, бескрайнее множество наставлений и учений, которые существуют. То есть, чтобы мы, например, не ограничивались изучением там одной или двух книг и думая о том, что мы уже вполне хорошо всё как бы выучили, и этого достаточно, поскольку, например, даже по Ламриму существует большое количество разнообразных текстов, как кратких, так и расширенных, и желательно изучить их все. И помимо Баламрима существует также и много других текстов, в которых, опять же, передаётся учение Будды и суть учения Будды. И поэтому Лама Цунгкапа, он как раз-то молится о том, чтобы мы имели возможность усердно, с энтузиазмом изучать учение Будды в течение всей своей жизни. Что касается именно вот этой вот фразы, в которой как раз-то возносит молитва об изучении бесчисленного количества наставлений, то здесь мы должны, опять же, вспомнить слова, да, либо сказания Лама Цунгкапа, который говорил о том, что, на самом деле, поскольку наша жизнь очень коротка, нужно изучать именно то, что имеет смысл, то есть изучать именно те наставления, которые в действительности могут привести нас к освобождению от страданий. То есть, на самом деле, если мы будем изучать вообще все источники и получать все виды знания, то все, опять же, виды знания, у них на самом деле огромное множество, то мы можем изучать разнообразные науки, ремёсла и так далее, То есть получать очень много разных знаний в разных областях. Но поскольку наша жизнь коротка, мы должны изучить именно то, что в действительности имеет смысл, то есть именно то, что на самом деле может привести нас к освобождению от страданий. И под вот этим бесчисленным множеством источников, которые нужно изучить, имеется в виду именно те бесчисленные количества тех источников, которые в действительности могут стать нашей опорой для обретения освобождения от страданий. И также, например, Великий Кунтарин, почему он говорил о том, что нам на самом деле нужно изучать именно то, что нам в действительности необходимо. То есть те знания, которые мы можем получать в нашей обычной жизни, их на самом деле большое множество. То есть мы можем уделять там разнообразие, пять видов там ремесел, пять видов наук и так далее, такие как опять же медицина, астрология, поэзия и языки и так далее. То есть это всё то, что мы на самом деле можем изучить и этому посвятить своё время. Но, например, если мы слишком сильно зациклимся, например, на изучении поэзии или составлении каких-то поэтических произведений, то это может слишком сильно отвлечь нас именно от изучения самого-самого важного, то есть именно тех наставлений, которые в действительности способствуют достижению освобождения от страданий. И если, например, мы опять же слишком сильно зациклимся на изучении астрологии или медицины, хотя это на самом деле тоже очень важные и нужные знания, но опять же слишком сильно зацикливаться и обращать своё внимание только лишь на них является неверным, подобно тому, как мы отсекаем только лишь ветки дерева, но не рубим его корень. То есть если даже мы полностью глубоко изучим астрологию, медицину, поэзию или какие-то другие науки, то это как раз-то и будет подобно отрубанию веток этого дерева, но сам корень, он останется, то есть корень этих страданий. Поэтому нам нужно прежде всего усердствовать именно в тех знаниях, которые помогают нам отсечь вот этот корень наших страданий. И также есть высказывание, которое принадлежит первому Далай-ламе, и это молитва, которая была составлена именно первым Далай-ламой, и в этой молитве есть такие сроки, где он молится о том, чтобы обрести именно те знания, которые принесут благо себе и другим, и пусть я обрету те знания, которые в действительности смогут привести меня к великому пробуждению. И если опять же рассматривать вот эту вот часть молитвы, которая была вознесена именно его святейшеством первым Далай-ламой, то их сводится к тому, чтобы получать именно те знания, которые в действительности помогут нам получить, получается, благо для себя, принести благо другим живым существам, и в конечном итоге привести к освобождению, привести к пробуждению всех живых существ, и также самому достичь освобождения. И таким образом мы, получается, завершаем ту часть, которая относится именно к тем добродетелям, которые относятся именно к началу, к начальной части. И если рассматривать именно вот эту вот первую часть сочинения, да, сочинение Ламмы Цонгкапа, вот этой вот молитвы о благопожелании, о совершении благих деяний в начале, в промежуточном состоянии, в середине и в завершении, то мы сегодня с вами, получается, рассмотрели ту часть, которая находится именно к благим деяниям, совершаемых в начале. То есть о чем мы молимся в начале? Мы молимся о том, чтобы прежде всего обрести драгоценное человеческое рождение. Не просто обрести драгоценное человеческое рождение, но будучи человеком обрести возможность стать монахом, ге-ген-ген-сулом или ге-лонгом. Помимо этого, не просто стать ге-лонгом и ге-ген-сулом, но также встретить еще и добродетельного наставника. Не только встретить добродетельного наставника, но и также сохранять в чистоте все те обеты, которые были нами приняты до конца всей своей жизни. Не только лишь встретить добродетельного наставника, но также получить от него наставление и понять смысл тех наставлений, которые он дарует, и также иметь возможность, услышав и поняв этот смысл учения, которое было передано великим добродетельным наставникам, иметь возможность заниматься тремя видами практик, то есть слушания, размышления непосредственно самой практики Дхармы, для того, чтобы в конечном итоге понять и осмыслить то, что необходимо нам делать для принесения блага как самому себе, так и всем другим живым существам, и в конечном итоге прийти к обретению пробуждения. То, что мы рассматривали опять же в начале этого текста, это относится именно к, получается, началу совершения добродетелей, то есть опять же это начало обретения драгоценного человеческого тела, становления монахом и непосредственно духовная практика. Далее, та часть, которая относится именно к, получается, к практике, которую мы совершаем в промежуточном состоянии или в середине, то есть что относится именно к вот этой, получается, промежуточной части, середине практики, то здесь имеется в виду, что поскольку мы прослушали большое количество учений, то на основе прослушанного учения у нас должно зародиться именно вот такая совершенно чистая мотивация, то есть именно благие намерения, и с вот этими благими намерениями мы должны действительно постоянно заниматься вот этим изучением и исследованием для того, чтобы в действительности прийти к осознаванию смысла учения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что касается именно вот этой части, которая относится именно к середине, то это момент именно осознавания или понимания непосредственно суть учения. Вот эта часть, она в действительности очень и очень важна. Например, многие буддисты, они действительно слушают учения, слушают наставления, например, такого великого духовного наставника, как его святейшество Далалама, они слушают учения, но при этом, хотя они его в действительности прослушают и прослушают много раз, у них всё равно не возникает именно понимания или осознавания. То есть, если спросить их, да что же вы прослушали, они могут сказать, что мы слушали про то-то, то-то. А если спросить его, а какой смысл этого учения, то многие затрудняются дать какой-то чёткий или обоснованный ответ. Они получают, например, опять же, посвящение калачакры или многие другие посвящения, но опять же, если спросить о смысле этого посвящения, то опять же, как бы, многие затрудняются ответить. Конечно, наверное, если вот этого множества есть те, которые понимают смысл, мы не можем говорить о том, что все не понимают. Конечно, есть те, кто и понимает суть этого учения, но если сравнивать с количеством, наверное, тех, кто понимает, суть этого учения гораздо меньше тех, кто не совсем понимает это. Поэтому вот эта вот часть, которая относится именно к середине практики, это относится именно к осознаванию. И что касается опять же осознавания, у нас есть опять же получается пять видов ментального, четыре вида ментального восприятия, которые способствуют развитию осознанности. И что касается опять же вот этих четырех видов нашего получается ментального, ментального восприятия, то первое восприятие это восприятие, которое у нас возникает на основе слушания. Следующее это получается осознавание, которое возникает у нас на основе действий. Далее это то, что касается опять же размышлений, которое возникает у нас на основе размышления. И последний четвертый вид восприятия, это восприятие Дхармадхату или познание именно сути очень. И что касается именно вот этого первого вида восприятия, первого вида познания, то есть познание на основе слушания, то есть это тот момент, когда мы опять же слушаем и начинаем именно вот это непосредственно опять же размышление и понимание того, каким образом проявляются те или иные явления. То есть, например, когда мы слышим о том, что существует огонь, что просто есть огонь, то мы дальше должны, получается, продолжить вот это вот свое размышление или логическую цепочку относительно того, каким образом вообще может существовать и возникать этот огонь. То есть, например, если у нас возникнет вопрос о том, может ли загореться вода или может ли огонь возникнуть из воды, то это невозможно. Почему? Поскольку это противоречит именно их сути. В соответствии с этим мы должны прийти к пониманию того, что, например, огонь, он может возникнуть из дерева, да, что дерево, например, может гореть. Почему? Потому что оно обладает соответствующими качествами и характеристиками, которые способствуют именно процессу горения, что, например, какие-то, опять же, какие-то явления или какие-то феномены, они не обладают характеристиками, которые способствуют, опять же, процессу горения. И нам нужно понять, что способствует тому, чтобы этот огонь возник, чтобы этот процесс горения в действительности произошёл и так далее. То есть это именно то познание, которое у нас возникает на основе слушания. То есть когда мы слушаем об одном каком-то явлении, мы должны также додумать то, каким именно образом оно возникает и существует. Когда нашел качественно чесolo, время увеличивается. Хотя важно делать их в работе иoti а если говорить, то она не работает или нет. Вот. Когда мы слушаем, этоsek-пит, нет-надобение, нет-надобение на networkite. Следующее это восприятие или познание именно на основе действий, или точнее сказать, именно на основе функций, которые оно выполняет. То есть, если мы опять же рассматриваем огонь, то мы должны разобраться, какие функции может выполнять именно огонь. То есть, что огонь может гореть, что он может сжигать, что он может расплавлять и так далее, посредством того, что огонь характеризуется именно этой высокой температурой. Но если мы рассматриваем огонь, то огонь не может выполнять функции, например, влаги, то есть он не может быть мокрым, он не может застывать в лед, он не может растекаться подобно в воде и так далее. Поскольку у каждого, получается, явление есть определенные функции, которые характерны только лишь для него. Если asks, я не знаю, будет ли он ко мне и так далее. Если мы платили в нечем, я не готова в нашу жизнь. Если в нем вы sentете, мы не был ответом, чтобы было не уйти, чтобы не было ни в нечем, то мы просто нашли наушники. Тогда мы не делали, и мы не делали наушники, а мы не делали тогда. Следующее это восприятие, или третий вид познания, это то познание, которое у нас возникает именно на основе нашего стремления именно к пониманию сути этого явления. То есть если мы опять же рассматриваем непосредственно такое явление, как огонь, мы приходим при его рассмотрении или при его анализе, мы приходим к идее о том, что огонь является непостоянным. Почему он является непостоянным? Поскольку он возникает на основе соответствующих причин и условий, он не возникает сам по себе. Если он не возникает сам по себе, то он в соответствии с этим, он не может быть постоянным, поскольку для того, чтобы этот огонь был необходим, опять же, соответствующие условия, то есть те же самые дрова или какие-то другие необходимые вещи и элементы для того, чтобы этот огонь мог существовать. И поскольку само возникновение огня обусловлено разнообразными соответствующими факторами и условиями, то он не постоянен по своей природе. И здесь, получается, это именно то познание, которое у нас опирается именно на понимание взаимозависимости всех явлений. То есть до этого мы также с вами рассматривали пример, ну, например, брали вот эту вот ручку, мы говорили о том, что ручка, она также, получается, не обладает самосущим существованием, она также является непостоянной, поскольку она является, опять же, составной, то есть она возникла на основе того, что на основе собрания определенных, получается, элементов, условий и причин для ее возникновения. Она не возникла сама по себе. Поскольку она не возникла сама по себе, то она, получается, не является истинно существующей, То есть она возникла именно на основе взаимосвязи, поскольку вот эта вот ручка, она возникла на основе взаимосвязи, то она не обладает самобытьем. Если она не обладает самобытьем, то получается, что опять же на основании этого она не может быть постоянной. Раз она не может быть непостоянной, то получается, что она является непостоянной и так далее. То есть на основе каких-то соответствующих причин и условий, которые обуславливают существование какого-либо явления и феномена, мы приходим к пониманию того, что все эти явления существуют именно на основе взаимосвязи. Последнее, четвертое восприятие или познание, это познание опять же Схармандхату или познание именно природы и природы явления. То есть если мы опять же рассматриваем тот же самый огонь, то природа огня — это жар, его температура. Если есть огонь, то, соответственно, он горячий. Если мы опять же рассматриваем воду, то вода жидкая или мокрая, вода не может обладать теми же самыми характеристиками, которые присущи огню. Это, получается, естественные характеристики или естественные качества того или иного явления, которые присущи ему именно по своей природе, по своему определению. То есть если мы говорим огонь, то огонь должен быть горячим, то есть он должен поддерживать какую-то определенную температуру, и это есть его природа. И таким образом именно четвертое познание, оно определяет именно, получается, природу или основную характеристику того или иного явления. Да, да. Да. Это, получается, последнее время, что находится соседлемоточка и в сборе за джин, который не то приходит из барафи, а в сборе за джин и в наши джин. Только до сих пор убираются в барафи. К тому же вида гадрит, кто-то в сборе за джин в барафи, нужно из-за родителей за джин и в барафи. Настоятельность не вбирит на землю. Джин в сборе за джин и в барафи. П може убирит на землю. Поэтому мы видим, что здесь неправедливость от гадрит и очистки держат, И сегодня мы на этом остановимся, то есть мы как раз-то остановимся на вот этом вот четверостейшей шашлоке, где делается вот это вот благопожелание о тех благих деяниях, которые должны совершаться получается в середине или в промежутке, в середине или в основной части практики, то есть это всего лишь в действительности всего лишь одно четверостейшее, все предыдущие четверостейшие они относятся к тем благим действиям, которые совершаются в начале, то есть это опять же обретение драгоценного человеческого рождения, практика, три вида практики и так далее. И вот эта вот часть, которую мы рассмотрели с вами сейчас, то есть вот это четверостейшее, в котором, получается, воспевается именно практика, которую мы должны делать в середине, то здесь в этом четверостейшее акцент делается именно на то, что поскольку в начале мы, получается, восхваляли те необходимые качества или условия, которые нам необходимы вообще для практики дхармы, то в середине говорится о том, что нам нужно стремиться именно к осознанности, к пониманию того, что, получается, было воспето и вознесено вот этой вот молитвой благопожеланий в первую часть. И вот это вот молитва благопожеланий, которая была составлена Ламой Цунгкапой, она обладает действительностью очень такой большой силой и благословением, и на самом деле будет очень хорошо, если мы будем молиться подобно тому, как это делал также Лама Цунгкапа, то есть молиться о том, чтобы в следующем перерождении снова обрести драгоценное человеческое тело, чтобы снова встретиться с учением Будды, чтобы иметь возможность практиковать его, не просто практиковать, а практиковать именно с опорой на добродетельного наставника, чтобы этот добродетельный наставник обладал всеми необходимыми достоинствами и качествами, чтобы избежать встречи, опять же, встречи с дурным окружением и не попасть под его влияние, чтобы, опять же, не просто практиковать учение Будды, но именно понять смысл этого учения и достичь реализации, то есть достичь именно полного освобождения. И если мы будем молиться подобно тому, как молился Лама Цунгкапа, то это, конечно, будет очень благоприятно. И сегодня на этом остановимся уже три часа.